В соответствии с указом, который принят по совершенствованию деятельности нашей академии, мы четко зафиксировали образовательные программы, непрерывный процесс обучения, начиная с выпускников средней школы, переподготовка руководящих кадров, повышение квалификации, стажировка и послевозовское образование. После школы мы сюда приглашать будем 100 человек, приглашается только на 3 специальности, на очную форму обучения, государственное управление и право, то есть право в сфере управления, государственное управление и экономика в сфере управления и управление информационными ресурсами, это технология, то есть IT-сфера. Какой основной ориентир, это опять исходя из ваших задач, которые постановлены, что управленец должен работать информационными системами, технологиями управления, и поэтому мы особенно в повышении квалификации, курсов, повышение квалификации, оперативно готовим эти курсы, и они пойдут уже сейчас в утверждение. Я еще раз хочу предупредить, чтобы это не произошло, как во всей стране, чтобы вы не начали готовить здесь вместо управленцев программистов или айтишников-компьютершиков. Они должны этим владеть лучше, чем мы с тобой в квадрате, но управленец это значительно больше, это значительно выше, это значительно качественнее человека. Поэтому, чтобы мы не скатились именно на это модное, ах, мы тут IT, мы тут, вот понимаете, цифровая экономика, искусственный интеллект. Да, этим надо владеть в совершенстве лучше, чем наше поколение, но мы готовим здесь управленцев. Цель другая. Руководители. Переподготовка, что здесь имеют в виду? По переподготовке это один год четыре месяца, либо один год десять месяцев, то есть считается двухгодичным. Это идет госзаказ, мы формируем порядка по этим всем специальностям около 400 человек в год. И примерно столько же у нас приходят желающие на платной форме. Я считаю, что переподготовка, которая приходит человек в зависимости от его базы образования, должна быть разной. То есть кому-то может и год и десять месяцев надо, но если он, к примеру, после математики идет на экономику, ему не надо год и десять месяцев ходить. Я вам должен сказать, что торопиться не надо. Экономика без математики невозможна, но там специфическая математика. Инженер, если он будет приходить сюда, ему, конечно же, для будущего руководства предприятием, чтобы быть продвинутым менеджером, как можно говорить, топ-менеджером, ему надо экономика. Вот экономика, ее даже самостоятельно не освоишь. Надо проводить эксперименты, но выверять, точно выверять, что надо делать. Потому что если мы пойдем не туда, беда, большие затраты. Если мы будем проходить, тыкаясь там туда-сюда через какой-то этап, это тоже большие затраты, которые потом не нужен будет этот этап. Поэтому надо выверенно, точно делать шаги. И на этом этапе я бы не делал вот слишком большой разницы между тем, кому надо полтора года учиться или два года, и тех, кто якобы подготовлен. Лучше сделать капитальную, хорошую программу для подготовки. Лучшие дети, вот они, они лучшие, я согласен. И лучшие преподаватели, лучшие программы, лучшие методички, лучшие учебники, стажировка, все для того, чтобы человек был на голову выше в обществе других. И чтобы в него не показывали пальцем. Кроме экономики, как раз он должен разбираться в айтишных этих делах, он должен на иностранном языке хотя бы вот понимать, о чем говорят уже. Ладно, не переводить, не переводчик, но иностранный надо знать. Потому что сегодня глобальная экономика, Беларусь, экстра-ориентированная страна, нам без иностранного языка не обойтись. Вот эти вещи тоже надо здесь преподавать.